Аплодисменты Пропрезентовать диск новый Но тут оказалось, что вот В суконке лежат мудрые мысли Их много И написано Курение это привычка, запятая Отвратительная для отзора, запятая Мерзкая для обоняния, запятая Вредная для мозга, нет запятая И опасная для легких, точка Я задумался Кто же такой мудрый человек написал Наверное, долголетели хоть Но поскольку было написано мелким почерком Обращенный сразу Король Джеймс Первый, 17 век И вооруженный этим новым знанием Я решил поделиться с вами Интересно, что же курил Джеймс Первый Что вызвал мне такую реакцию Мы Сергеем Николаевичем Евгений Быков с нами сегодня Мы с ним курили Да, всю свою сознательную жизнь Сейчас уже бессознательная И мы так представляем Бессознанку ушли Бессознанку ушли Что же он человек мог курить Интересно такое Ну, кремл, наверное, у него еще не было Поэтому он так и не любил это делать Что потерял? Джеймс Первый И не знал вообще как Я всегда, особенно когда вот с Вадикой Валерой Вещуками мы выступаем Они какие-то примочки раскладывают Там 10 тысяч проводов Что-то ногой нажал Один звук Другой Там фузы какие-то Я говорю, мужики, вы вспомните В принципе, не такое уж далекое время Когда сидели мы спокойно На плохих гитарах На кухоньках Под дешевым портвельем пели И все были счастливы Да, потому что все были молоды Не будем о грустном Итак, презентация нового диска Я еле вспомнил, что у меня король Джеймс Сидел вообще А поднимите руки У кого еще нет этого бесценного брульянта авторской Счастливцы Вперед и пока не вернетесь, не начнем Вот, диск, значит, начинается с Дорожной песни Сделан в виде как бы Дорожное прохождение Астара Ну, поехали Первая песня Равновесие не держит наш вагон Словно пьяница шатается в ночи Только слышен опустевший тары звон Да в карамане тихо звякуют ключи Чуть поменьше, то от ящичка с письмом Чуть побольше от французского замка Позади остался незакрытый дом Впереди несовершенная страда Вся эта тупая Разбеет руль Среду праве Назады вернутся Угасается кошечный пейзаж С ним сливается губейный синий цвет Это что же ты такое, что заблажь Чтобы строчки уместились столько лет Ведь года хвостались трудно и не вдруг И слова не дели струнами звенья А вдруг в этой строчке не замкнется круг В этой жизни быть последней для меня Вся эта тупая Разбитую среду Тови может вернуть Отбивает время ложечкой стакан И колесики к водородным стучат Изгибает русло поезд до река Поворачивает пьяница назад Снова поезд винованным листом Снова дым от сигарет до плотака Где-то, где-то Впереди закрытый дом А где-то сзади забытая строка Сяду, поеду Разберегу, седу, кобеду Я не вернусь Снова поезд винованным листом Снова дым от сигарет до плотака Где-то, где-то Впереди закрытый дом А где-то сзади позабытая строка Вся эта тупая Разбитую среду Тови может вернуть Я не вернусь О, Евгений Николаевич, хорошая мысль была Если у кого какие-то будут пожелания на второе деление Типа концерт Ну не, 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 можно Все, что захотит, можно Нет, ну попросить-то можно Понимаете, как говорится Память человеческая Она же не может сохранить Все там 200 с лишним песен Которые были написаны В разные годы жизни Ну, напишите, а что? Сейчас вот я как раз затеял своему юбилею 60-летию, который грядет И осталось уже не так много Для него Я решил издать такое избранное Вот все издают там The best Кто-то называет Кто-то лучше Это просто избранное Вот И у меня ведет такая внутренняя полемика Я сам с собой так спорю Сколько ж песен на это The best Я решил, знаете, сделать Ну, поскольку вот Когда-то, когда-то Пластинки сменились Кассетами Кассеты сменились Дисками, да Сейчас диски уже так Тоже Я решил выпустить флешку Вот Так, как я, знаете, набил карманы Да поехал на кастроли в Америку А то два чемодана с собой диска Вытаскаешь Та еще, да И сто лет на границе Иген Николаевич Теда старый А тут с флешками Что, так Сеять разумное Доброе вечное Как сеять Заходи Из лукошка Выкидай Вот И будет это избранное И вот я думаю Сколько песен туда вместить Потому что Поскольку это избранное Я бы вместил три Да и хватит Понимаете Вот Потом, если ее выпустить Под видом там Под названием Избранная Любимая песня Леонида Сергеева То это Не одну песню Леонида Сергеева Там, конечно, не было бы Были какие-то другие Любимые Не знаю Так что, если у кого будет желание Высказаться по этому поводу Заходите ко мне на сайт Там специальный раздел есть Туда можно Свои варианты Все туда нужно Все желания Да, все это учитывается Считывается И зачитывается Сколько у вас все описано? А? Сколько у вас все описано? Да под 300 на грн Ну это ж Нет Не-не-не-не-не-не-не Флешечка будет пробная Один гигабайт Вот И то Я думал сначала 21 песню Типа Как бы так По трем колоннам разбить Там колонна Песня на военную тему Лирические и шуточные Потом думаю 21 песни Мало, наверное Не знаю Первый раз Это выпускаю Вы знаете Поэтому Нахожусь Еще в муху творчества Опыта нет Опыта нет Вообще Так что давайте Включайтесь Помогайте Игорь Николаевич Гитару потише Так что вы пишите На второе отделение Второе отделение Как кажется Это мне очень нравится А ты Одну секундочку Из Лёниных мониторов Убери мою гитару совсем И мне комфортно Да Берушин мне заснул А он пусть играет Лёня Иди домой Иди не мешай Мы с ним Говорим Вот так Хиты прошлых лет Мне очень нравится Будут исполнены Хиты прошлых лет Одно из самых Запоминающихся Объявлений Я видел в Казани Привела туда Лёня Тагутина Было много-много лет назад На дворце Где он выступал Висела такая Рукописная афиша Там Лёня Тагутин И фраза Которая меня потрясла Была написана Хиты типа Хей-хоп-ла-ла-лей Гарантированы Я ничего не понял От этой фразы Но восхитился Хиты типа Хип-хоп-ла-ла-лей Хей-хоп-ла-ла-лей В какое направление Интересное Гарантированное Девушка с лакушкой Хиты типа Девушка с лакушкой Гарантированное Ну может доберемся От второго деления А пока у нас Четкая жесткая работа Значит вторая песня На этом диске Ох не чушь был Поэтом От посвящения Поэтам Прошу заранее Пардону У всех присутствующих Поэтов Потому что К ним конечно Это не относится Это относится К такому Собирательному Образу Вот сподвигла На это произведение Меня Моя встреча С пушкиноведами И пушкинистами Которая произошла Как-то В музее Мойка 12 В Витере Была конференция Посвященная Александру Сергеевичу Пушкину Нашему Все Меня пригласили выступить Я очень волновался Потому что Кроме Сами понимаете Там Песен про Караван Там Выпивание чего-то У меня Дублик-то песен Таких Нет Площадных Таких Общественных Вот И я вот Когда пришла Створение Маленького Сашеньки Пушкина Лицеиста К друзьям Или студентам Он называется Там был Перечислен список Всех горячительных Напиток Которые Они употребляли Я восхитился Во-первых Какая печень была У нас И какие напитки Пили 14-15 летний Лицеист Когда я дошел До описания Татарской водки Арак Я восхитился Еще раз И вот Получилась Такая песня Ох, не чужд был Поэт вдохновения И гоняясь За музой Сачком Унимал Своё сердце Лиение Закрывая Апсет Кличко Милость Милоник Су Пламень Кунши Сияет Над пюшкой Льются С водкой Лафитник Слова Но не Пушкин Не Пушкин Ядрем Сне Пушкин Из похмелья Милоник 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пополни, сколько ж вам исполнилось. Значит, вторая песня исполнена перед пушкинистой пушкиноведами, тоже вошла в это махальное собрание. Песня про Тарара, коротенько про Тарара. Тарар – это персонаж, который заслуживает быть упомянутым не раз. Жалкая история не сохранила, по крайней мере, для меня, лика этого великого литературного персонажа. Разные люди его играли, безусловно. Ибо в свое время композитор Сальери сочинил на либлета великого Бомарше оперу Тарарца-Урмуза. И в бессмертном произведении Александра Сергеевича Пушкина Моцарт и Сальери. И Моцарт желает, как я понимаю, для себя отсрочить неминуемое выпивание бокала портвейна. Агдам желает подольститься к Сальери и как бы отвлечь того от злобных мыслей. Он говорит, вспоминаю Бомарше, «ты для него Тарара сочинил вещь славную». Это меня заинтересовало. Я, знаете, по утрам люблю почитать Моцарта и Сальери. Каждый день. И как-то меня заинтересовало, что же за Тарар-то такой. Вот я залез в интернет, нашел этого Тарара. Тарар оказался персонажем интересным. Оказывается, где-то в районе задней части передней Малой Азии таилось в свое время рабовладельское государство Урмуз. Что-то музыкальное. Европейцы искаженно называли его Ахура Мазда. Откуда они взяли это неблагозвучное звучание из великого слова Урмуз? Непонятно. На то они европейцы. Я для себя сразу решил, что это были наши, которые гоняют праворудные японские машины, которые по ошибке сруливали туда-куда-то в переднюю Малую Азию. В общем, там был правитель плохой. Он хорошего военачальника Тарара гнобил всячески. Сначала он хотел, значит, его опозорить и взял его жену к себе в горе. Тарар обрадовался, потому что нас этим не возьмешь. Правитель понял, что ошибся, но жена уже уходить не захотела. Назад. Потом он решил Тарара сжечь. Это я пересказываю очень вольным библиотом маршем. Он решил его сжечь. Каким образом, я не знаю. Но Тарар не сгорел. Вот тут Тарар размутился. Он собрал ребят, пришел к этому правителю, сделал ему... Правитель зарезал сам себя. Тогда начались уже мотивы, которые потом освоились в песне и зарезал сам себя веселый разговор. Тарар начал править великим народом, который захватывал рабовладельцев, гоняющих праворудные японские машины. Народ был счастлив. И Тарар, вот что меня особенно потрясло, в знак близости к народу надел на себя цепи. Как-то я вот сначала не оценил этот шаг. Это еще когда же было написано, да, по марше. А потом вспомнил наши 90-е, когда все в цепи входили. Бутылка спирта роял, треники адидаса. Все были очень галстик народу. Помню уже это время, прекрасно. Вот оно, экстраполирование, вот оно, единение прошлого сюжета с нашей настоящей жизнью. Это меня заинтересовало. Я, значит, спросил у своей жены, она профессора Московской консерватории. Я говорю, а знаешь ли ты оперу Салье, Тарар, Царь и Рмуза? Она густо закраснела. Говорит, не знаю, у нас не проходит. Я говорю, что у вас там в вашей консерватории? Я говорю, что у вас там в вашей консерватории, культура дела, что сокращает, нафиг это. Совершенно неэффективный виз вообще. Да, надо бы, как Жванецкий, что-то подправить в консерваторе. Ну, а я писал, знаете, вот все разумные добрые. Вы тоже про Тарарова не знали, да? Ну, кто же каждый день в 6 утра читает Кушкина, Моцарта, Царь и Румза? После вчерашнего тысячи. Но, тем не менее, песни, я думаю, мы готовы на великое будущее, потому что все должны петь и по последней строчке эта песня. Чисто народная, чисто конкретно народная, с цепями, со спиртом роялов. Как доведется вспомнить молодость, вспомните эту песню. Однажды жил в Ахур-Рам-Ази. Понимаете, а мелодия, поскольку, эксклюзивная. Однажды жил в Ахур-Рам-Ази. Однажды жил в Ахур-Рам-Ази-Деппу, герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и пра. Зенит. Там веселись, молод и стар. Но портил общую картину. Творя полнейший беспредел. Правитель бегает скотину. Он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против. Гореть при жизни не привык. Народ повел тиран и проб, тих. И наступил тому кердык. И все, если ты его растаял. Так кто бы знал о нем вообще. Кондепт на троица святая. Пьер, Агристиан и Бумаршель. Судьба несчастного Тарара Легла в арщинке на челе. Панкет на ней из фонарара. И вот и в редом столе. А там солье и друг сервешный. Но лучше с ним не выпивать. Тот сочинил на титролясный. И свет столово перевнимать. И все, и следствие ее раздает. Да кто бы пел ее вообще. Когда мне пушки, что оставил. След на бумаге и в душе. Сомнений много было разных. Что с кем, когда и сколько пил. Но помнится ахура Мазда. Как мозг оберфоня. Дыхали, дели, как хотели. Но то они и есть века. Но их ведет на самом деле. А это легкая рука. И мы настроившие гитары. Хлебнув шампанского с утра. Бурлычи песню про тарара. Тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Та-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра Та-ра-ра-ра-ра-ра В этот день еще родились кроссворды как в классе, будем отгадывать слова из трех букв, Ира Сурина обещалась забежать попеть, Андрей Егорович Кнышев будет начинать окончание конца света, так что должно быть интересно. Вот за стеной, можно зайти сюда и через эту дверь туда пройти, можно не заходить, можно обойти и зайти сразу туда. Геониколай что-нибудь смастерит к концу света, что-нибудь такое интересное, маленькую нейтронную бомбочку. После Тараро, видите, мы уже к высокому так поднимаемся, поднимаемся, приобщаемся, и симфонический оркестр, таится эта композиция, в которой Евгений Николаевич реализовал свою внутреннюю тягу классической музыки, красоту. В свое время он пугал меня, вот вспомнишь эту конструкцию, которую ты меня пугал там, с пониженным, что-то... Скажи микрофон, чтобы все испугались тут. Есть такое название аккорда, он по сути очень простой, он называется очень серьезный, как он. Двойной доминантный квинтсест, болвинсептокорд с повышенной приемной терцией с пониженной квинтой. Чем сложнее аккорд называется, тем проще он выглядит. В общем, да, сейчас вы таких аккордов, может быть, и не услышите, но... А будет? Будет. Дважды. Дважды. И я укажу. То есть перед началом песни можно окончать. Хорошо. Итак, симфонический оркестр. Это страничка классической музыки. Симфонический оркестр уезжает на гастроли и на это время в яму запускают краси. Карасин живот не тесно размножается в него и прекрасно обживает свой искусственный бассейн. Вот и кринтизу металлист, там, где раньше пили в губы, вот мальтиза серебрелис, где звучало, но боляк. О, здоровый карасин. О, здоровый карасинок. Типа во Владивостоке. Типа во Владивостоке. Типа во Владивостоке. Симфонический оркестр методично режет слух. Трамбонист и похмелённый парень в общем нежестокий. Выдаёт такую гамму, что захватывает дух. Симпатичная скрипачка, ощутив себе задержку Кто глянит на дирижера, ну простите, как же так Дирижеру не за грязи, он трактует очень дерзко Растворяясь в каждом звуке, проживая каждый танк Месяц два, еще неделька, вот и кончились гастроли Симфонический оркестр поспешает на вокзал Позади большая печень и фальшивые демоли Впереди домашний супчик и битком набитый зал Все проходит время лечи, вот и кончились мучения Тромбанист от пиржи с пивом снова губы расколотал И стрипачка с дирижером продолжает обучение И уторва духовые снова гибнут за металл И премьера, город в шоке, все раскуплены билеты Творжик смета на Белине, пустохуды, динюсси Но народа в зале нету, потому как все в буфете Где шкварчащие в сметане выступают караси И запомни, добрый зритель, если тянешься ты к свету То духовные шатания безусловно хороваши Но для полного для счастья для себя составь ты смету Где со сметаной сметана для желудка и души озеро лучше за металл Что, Евгений Николаевич, удалось ли влупить то, о чьем вы говорили? В финале. В финале. То-то и чувство финал смазан получит. Это как перья, понимаешь. Это как ввести укулеле в духовой оркестр. Все, помню, нынче все удалось. Удалось. Затанусь. Хорошо. Вот классики прямо чнулись. Ага. Ну, а что же, следующая композиция. Я, однажды, выступал на радио «Консоргской правды», и там сидел такой диджей. Ну, явно диджей, он не ведущий диджей. Он все время мне говорит, после каждой песни, говорит, «Ага! Хорошая композиция! Ну и какая следующая композиция будет?» Я так тушевался, терялся. Я думал, что песня, все песня, композиция. Эта композиция должна быть в полном стиле хип-хоп-ла-ла-лы. «Наша Бардовская одесса». Как-то один из диджеев на радио сказал, что сейчас прозвучит саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верится». Саундтрек из Бурбала. Вау, классно. И запели Александру. И запели Александру. Вот хорошая реприза. Ну, в общем, Александру поют обычно после какого тоста до свадьбы? Ну, не в начале же, да? Нет, я просто анонсировал пока. Самый потрясающий... Один из самых потрясающих тостов я слышал в Киеве. По воскресеньям греков мы приехали. Еще там не Галя балованная стояла, а еще Денин стоял. Гостинца была еще не Украина, а Москва. Вот. И мы пошли кушать. Ресторан оказался разделенным ширмочкой такой, хлипкой на две половины. На одной половине мы ели просто с Галушкой. На второй была свадьба, день второй. Поэтому там была тишина, изредка прерываемая судорожными с клипами ведущего. Ему дали много гривен, но он должен был развлекать. А когда там трубы сидели такие... После вчерашнего... Чем жених, ставший мужем, у него психологическая травма головы была. Он так выкирал явно. На невестке, ставшей женой, тренировалась уже со сковородкой. Он сидел, смотрел в себя. Она сидела, вцепившую зубами ему в плечо, значит, и руками. И все. И он там что-то... Давай, тебе дай... В конце он уже отчаялся, он так вспотел весь. Ну, слово свидетельницы он сказал. И вот все живое затихло. Понимаете, вот как может затихнуть молчание? А затихло. То есть сгустилось как-то. Вспомни. Я работал в радиостанции юности. У нас был великий режиссер Юрий Пестовский. Он собирал свою фонотеку. Мы ему помогали. И там шум был, шум, который повергал нас в священный трепет. Молчание угроба. Когда в тишине включали шум молчания угроба, тишина сгущалась просто. Вот. И тут примерно такое что-то молчание наступило. И очень долго стала подниматься женщина. Такая большая-большая женщина. Там с десятым размером. Между двух холмов терялась эта надпись. Типа там... Стала такая... Стала так... Она возвысилась над ширмой. За которыми надо... С галушками прийти где-нибудь. Стала... И сказала загадочную фразу. Я до сих пор не могу понять. Она сказала... Любовь порождает секс. После этого она съела. Мы упали в борщ. И упал этот... Затильник, который понял, что не удастся оживить и реанимировать свадьбу. День вторых. Так что вот... Значит, песня «Тамаде», а «Тамаде» про «Тамаду» или «Тамаде» исходила из того, что в 1887 году, как сейчас помню, грузинский просветитель и князь по совместительству, Давид Чубедишин. Наверное, легко быть просветителем, когда ты князь, да? Но трудно быть князем, когда ты просветитель изнательный. Да. Вот он опубликовал русско-грузинский словарь, и там было употреблено понятие «Тамадовство» в первую очередь. Тогда это означало «Старшинство во время питья дыма». Красиво, да? Какое питье, говорит. Питье, мой, какой питье. Поехали, Николай. Евгений Николаевич, он скрытый грузинский, сделал такой грандию, что ударный по гитаре, этого надо послушать поздно. Согласно словарю Чубедишвили в далекие ушедшие года, чтоб гости морды с рюмками не били, за столью прилагался «Тамада». Он говорил, годы проходили, эпохи исчезали без следа, и гости морды с рюмками не били, а слушали, что скажет «Тамада». А Илья в субботу лучше, чем среда. «Тамада-тамада-тамада», а в стакане точно не падает «Тамада-тамада-тамада». «Был у отца три сына». «Три сына, это как бы болото. Так выпьем за то, что нас никогда не засасали, болото же здесь не в рейс. А если бьешь один, тогда беда. «Тамада-тамада-тамада». А если бьешь с друзьями, это да. «Тамада-тамада-тамада». Однажды один джеклит увидел красивую девушку, потом он закрыл журнал глебой, девушка исчезла. Так выпьем за стель нашего дома, на который кого не повисишь, никто его не исчезнет. Сегодня тоже много выступаю и тоже очень много говорят, но вдребезги рюмашки разбиваю и морды блют конкретно всех подряд. И я скажу, но только между дунами запомни, чтобы детям передать. Лучше, если рыбку поднял ты, как знамя, то знай, кому когда и что сказать. Ай, особо-то лучше, чем среда. «Тамада-тамада-тамада-тамада». Без труда не выпьешь из порода. «Тамада-тамада-тамада-тамада». Один маленький, но гордый шашлык стоил 935 рублей. Как выпьем следующий бокал, то прекрасную красную вина и за муфлой. «Тамада-тамада-тамада-тамада». А почему черепаха не летает? Не хочет. А чего прямо живет в воде? Ей там нравится. «Тамада-тамада-тамада». «Тамада-тамада-тамада-тамада». 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 «Тамада-тамада-тамада-тамада-тамада». «Тамада-тамада-тамада-тамада-тамада-тамада». Так что вот, вы знаете, тосты, которые там таятся, в этой тамаде, их можно на любом столе идут, знаете, в мирную жизнь очередь, но только не раньше, чем после пятой. До пятой они как-то проскальзывают, после пятой они останавливают, то есть человек начинает углубленно поглощать. Значит, сразу после этой песни на диске таится песня, которая примирила меня с пушкинистыми пушкиноведами в результате. Песня написана в один из декабрей, в полную правду можно говорить, что наступает ее время, очередная годовщика. На декабрьской на столовой, трапированной снегами, Песня. 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 Ветер сам уже подмет, Задывает из-под огни, И снежиночья машка В душу норовит зарей. Сверевая, как дед мороз, Потому как нет вода, Потерялись из мешка Стыд и совесть, ум и честь. Вот такая вот зима. На затворках мироздания Нескончаемый закат, Очень средние полосы, Равнодушные дома, Где исчезло сострадание, И спешат, 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 Все спешат, на затворках, И спешат, 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 Все спешат, спешат, спешат. Дальше стоит песня, Которую я для себя считаю продолжением колокольники. Песня «Последний парад». Песня «Последний парад» Песня «Последний парад» Песня «Последний парад» И мы чеканем шаг по батальонам, Держа равненья строго на закатах. А впереди Майкопская колонна, А сзади те, кого забрано геран. И в воздух рвут лихие музыканты, И небо недалекое светло. Мы не герои, не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло. Что родились мы здесь, постолька и тогда, Ежик, нам отпустили только три. А чтоб понять, что душа не как рыла, Сначала правда нужно умереть. Года летят, как трассеры ночные, А мы сквозь них идем, и путь далек. А через нас, слышите вы, живые, Не зная, что как только выйдет срок. Раскатятся небесные фуранты, В июле упадет на землю город. И не герои, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад. И мы родимся здесь, постолька и тогда, И прожрем две жизни за окном. И будут наши душники крылатые, И станут наши душники крылатые, И будут наши душники крылатые, И улетят на новую войну, Раскатятся небесные фуранты, В июле упадет на землю город. И не герои, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад. У нас автоматики, А мы все солдатики, А у нас всех матушки, А мы все солдатушки. Аплодисменты Закончат свой невидимый парад. И завершаем здесь, с этой параду, посвящение Елю Сеевичу Кукину. Чтобы посвящение этого выстачило сразу из меня практически на следующий день после его ухода. Субтитры создавал DimaTorzok Не стал туманным все ясно и просто, По-прежнему все хорошо. А рядом с луной Предназначенный остров Пополнился новой душой. И кто там давно у костра потеснялся, И в кружечку щедро плеснули? Кому-то штраф новой, Кому капель двадцать, И ясное дело, Свою-то. Споют, как желтеют дожди листовая, Протока костры, пеки крыш. Споют про Арбат, и споют про Гренад, И бою про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо, Не лезет в глаза этот дым. И все разлетятся по разным эпохам, Чтоб ночью присниться своим. А та, что похожа на добрую гнору, Из кружки плеснет в костерок, И вспыхнет звездой Над тоскующим домом, Стрельнувшись в небес уголек. Стрельнувшись в небес уголек. Стрельнувшись в небес уголек. Стрельнувшись в небес уголек. А потом, потом что-то не вижу, я записываю. Пишите. Спасибо.